Кубка Конфедерации 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 смогли точнее сборной россии повторить ту фотографию которая была сделана ранее когда был матч португалия россия где криштиан роналду лежит просто на газоне растерянный вокруг него игроки сборной россии но тогда это для сборной португалии картины не испортила и победа сейчас сборной россии тоже как мне кажется картины не испортила потому что лично мои ожидания оправдались то есть сборная россии проиграла с минимальным счетом и как по мне это приемлемый результат я не могу сказать что я разочарован сборной потому что я примерно этого и ждал хорошо ну что ж переходим тогда ко второму матчу это мексика новая зеландия счет 2 1 в пользу сборной мексики но новая зеландия могла выйти на ничейку спокойно что по этому поводу скажешь по этому матчу но на самом деле говорить о том что новая зеландия смогла бы выехать на ничью достаточно так с натяжечкой можно так говорить потому что у мексики было очень много моментов но очень много момент они в этом матче обстучали всю трибуну над воротами там было очень много попаданий выше ворот да стоит отметить на последних минутах там было попадание в крестовину от игрока новой зеландии но когда новозеландцы там крис вуд забил свой первый гол я разбудил всех своих соседей я очень сильно радовался я я болел за новую зеландию потому что победа или ничья могла давать больше шансов сборной россии для прохода получается ну поев хорошо вот давай обсудим последние минуты матча в мексика новой зеландии когда уже просто все были на нервах игрок мексиканской сборной тянул просто уже в футболку игрока сборной новой зеландии началась на самая настоящая практически драка что вот интересно стадион пишет драки с 2017 года матч кубка россии между уралом и локомотивом когда 4 желтые 4 красные карточки показались не ошибаюсь да и матч мексика новая зеландия где то ли судья забоялся давать эти красные карточки то ли посчитал то что пускай эти игроки поиграют еще ну но там реально но одна красная карточка должна была быть я не знаю насколько можно говорить что судья испугался давать красную или еще что-то он ведь смотрел повтор то есть у него была возможность второй раз оценить этот эпизод и он в итоге принял решение отдать дать игрокам только желтой карточки видимо это решение было взвешенным обдуманным и не только он принимал это решение также видео ассистент ему подсказывал ну я не знаю драка которая происходила на матче финала кубка россии мне кажется было пожёстче это финал кубка россии этот но финал и групповой этап тем более что кубок конфедерации многими командами не расценивается как серьезный турнир но с другой стороны это же мексиканцы они всегда горячие у них но новозеландцы официальный вид спорта регби он просто вот так вот поднял кинулся ну я не знаю насколько можно сравнивать новозеландских регбистов и футболистов там все-таки очень 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 разный уровень все-таки новозеландцы в плане регби одни из фаворитов мировых ну я надеюсь что на куб конфедерации подобные истории более повторяться не будут потому что это не красит турнир и не красит сборная которая участвует подобных потасов но прежде чем мы перейдем с тобой группе b давай дадим прогноз на группу а и так первый матч точнее матчи будут идти насколько знаю параллельно друг другу оба стартуют в 18 по московскому времени и так мы отправляемся в казань где будет играть мексика и россия это будет завтра 24 июня ну очень хочется верить в победу сборной россии всей душой хочется верить я и болеть буду но если быть реалистами ну я склоняюсь наверное к голевой ничьей либо к минимальной победе мексиканцев почему ну потому что сборная мексики я вижу как они играют я смотрю все их игры смотрю игры сборной россии не складывается у меня впечатление того что сборная россии сможет забить мексики один и не пропустить или забить два и не пропустить два ну не знаю просто такое внутреннее чувство просто мексиканцы сильнее просто сильнее все хорошо по коэффициентам на этот матч на сборную мексики дают 241 против 310 у сборной россии на ничью 350 это это очень щедро от букмекеров как мне кажется я бы с радостью если бы ставил деньги на спорт поставил бы наверное на победу сборной мексики либо на победу либо ничью ну то есть вот вот так то есть сборная россии ну мы точно не выйдем из группы я хочу в это верить чтобы твой прогноз оправдался до программе фанка я я очень хочу в это верить но мне кажется что мексика по итогу турнира должна по итогу групповой части должна быть выше португалии тут жаждешь это да я жажду того чтобы криштиану играл с команды которая займет первое место в группе в хорошо второй матч новая зеландия португалия здесь надо болеть конечно за фаворитов это новая зеландия потому что могут отобрать очки в сборной португалии действительно ребята забили гол на кубке конфедерации это уже дорогого стоит крис вуд игрок чемпионшипа я думаю был очень сильно рад если бы сборная поддержала его почин было бы прям идеально ну не знаю мне кажется что португалия не даст себя обидеть так как это сделала сборной мексики потому что мексика действительно дала слабину выступил выступила очень дублирующим составом португалия такого делать точно не будет я думаю 3-0 да я думаю это будет 3-0 маловато будет ну а что у нас по голову коэффициенты вот они тебя порадуют на победу сборной португалии дается 112 на ничью 1250 на победу сборной новой зеландии 2222 я минимальный максимальный дают 30 я ожидал 75 минимум ну не знаю по моему это все справедливо я бы наверное даже коэффициент португалии чуть-чуть понизил бы 109 например хорошо ну что же давай побыстренько мы уже возвращаемся к группе b для вас зрители напоминают то что а в группе b чили занимает первое место у нее 4 очка второе место сборной германии у них тоже 4 очка но здесь играет разницы голов на третьем месте австралия на четвертом камерун в принципе с прошлым туром ничего не поменялось и так первый матч в группе b это австралия камерун 2 андердога но матч получился очень красочным в том плане что я видел страсти и эмоции от обеих команд я видел как камерун заряжен и как камерун как всегда тактически неграмотен и видел как австралия в принципе сыграно но единственная ошибка в обороне позволила камерун сам открыть счет это был действительно красивый гол но больше всего меня в этом матче порадовала интервью на русском языке от защитника камерунской сборной ну что сказать по этому матчу это в принципе ничего не решила потому что я считаю что эти команды если и хотят то точно не смогут выйти в плей-офф куб конфедерации хорошо ну что ж тогда мы переходим к центральному матчу второго тура который ну по сути обложка просто центральный по факту 0 но ничего такого не было то германия чили которые играли здесь казани я ожидал от этого матча как и все очень многого это был наверное самый главный матч центральный матч всего группового этапа и так получилось что команды видимо не хотели отдавать большое количество сил чили выглядела лучше просто лучше а чилийцы в принципе для немцев всегда были очень неудобным соперником и на чемпионате мира четырнадцатого года например говорилось о том что если чилийцы не уступили бы бразильцам то они скорее всего прошли бы германию и немцы не стали бы чемпионами мира потому что в матче чили бразилия вот как я помню бразильцы очень со скрипом их преодолели там прям фарт и и и немножечко скилл но я не знаю немцы в принципе не заряжены на какой-то большой результат на этом турнире они все-таки привезли второй состав чилийцы вполне достойны победы на этом турнире и так группа b остается еще по два матча тоже будут проходить в 18 но уже 25 июня первый матч чили австралия что самое интересное то что в этих обоих матчах будет решаться практически все может даже чили не чили и австралия и камерон выйти из группы я считаю что гипотетически конечно да могут но нет этого не произойдет я считаю что чилийцы останутся на первом месте а немцы останутся на втором просто потому что у училицев голевая разница плюс один по моему относительно немцев ну австралию они обыграют чуть-чуть наверное крупнее чем немцы обыграют камерон переходим к матчу германии камерон прогнозы ну 20 я думаю будет справедливый для чили для камерона потому что я не хочу чтобы камерон очень сильно много пропустил но и чилийцы не выглядят какими-то сверх атакующими сверх каким-то я не знаю ну на 7 голов они не выше камеронцев и больше чем 2-0 не хочется просто чтобы африканская команда проиграл вот на камеру в отличие от сборной австралии дают 7 50 от 7 50 до 9 50 коэффициент ну я абсолютно не согласен потому что как мне кажется противостояние камеру на и чили там разрыв все-таки побольше чем в матче германии австралии разрыв в плане скилла я думаю тут очевидно победа чили и чили выходит с первого места соответственно в плей-офф у нас получаются пары мексика германия и португалия чили и это будет как мне кажется португалия чили это как преждевременный финал ну что ж надеемся то что твои прогнозы чуть-чуть сбудутся потому что все таки хочется верить то что сборная россия останется на турнире и будет это ее второй выход в плей-офф вообще на крупных турнирах ну что ж друзья большое спасибо за внимание вы смотрели программу неделя спорта специальный выпуск студии как обычно были мы александр дегтярев и я роман пленсков увидимся уже с вами 26 июня будем подводить итоги группового этапа и третьего тура в частности большое спасибо за внимание всем удачи смотрим футбол болеем за сборной россии пока пока и